Беседа о том, что небезопасно для слушателей молчать о сказанном в церкви. Большую часть долга, который мы приняли на себя по написанию Деяния Апостольских, мы уплатили вам в предшествовавшие дни. Но так как еще остался от него небольшой остаток, то я решил уплатить вам и его сегодня. А тщательно ли вы храните сказанное и с великой ревностью соблюдаете об этом, знаете вы, получивший серебро и имеющий отдать в этом серебре отчет Господу в тот день, когда те, которым верены таланты, будут призваны и станут давать отчет, когда Христос, пришедший, потребует это серебро от торговцев с приращением. «Надобно было тебе, — сказал Господь, — отдать серебро мое торгующим, чтобы я, придя, взял и его забавкою о великое и неизреченное человеколюбие владыки. Запрещая людям брать лихву, он сам требует лихвы. Почему? Потому что та лихва неодобрительна и достойна осуждения, а эта похвально и достойна великого одобрения. То приращение разуме и денежное причиняет вред и получающему, и дающему, губит душу получающего и увеличивает бедность дающего. Подлинно, что может быть жесточе того, когда кто-нибудь извлекает для себя выгоду из бедности ближнего и пользуется несчастьями братья, когда кто-нибудь, показывая вид человеколюбия, оказывает всякое бесчеловечие и, по-видимому, простирая руку, ввергает в пропасть нуждающегося в помощи. Что делаешь ты, человек? Не для того пришел к твоим дверям бедный, чтобы ты увеличил его бедность, но чтобы ты избавил его от бедности. А ты делаешь то же, что делает примешивающий яд к лекарству. Как те, примешивая яд к обыкновенной пище, делают незаметным свой умысел, так и эти люди, под видом человеколюбия, скрывая гибельное лихаимство, не дают заметить вред имеющим пить это смертоносное лекарство. Поэтому благовременно приложить сказанное о некотором грехе и к тем, которые отдают в рост и берут взаймы. Что же сказано об этом грехе? На время, сказано, наслаждается гортань, а напоследок горче и желче обрящится. И сильнее меча бою до острова. Притча 5.3 Тоже бывает и с теми, которые берут взаймы. Когда нуждающийся принимает деньги, то получает некоторое малое и временное утешение. Но после, когда приращение увеличится и бремя сделается выше сил, то эта приятность, услаждавшая гортань, сделается горче-желче и острее меча бою до острова. Когда он принужден будет вдруг лишиться всего отцовского достояния. 86 Отчувственно обратим речь к духовному. «Надобно было отдать тебе серебро торгующим», сказал Господь, называя торговцами серебра вас, слушающих эти слова. Для чего же Бог назвал вас торговцами? Для того, чтобы научить всех прилагать такое же усердие к исследованию сказанного, какое те оказывают при рассматривании принимаемых монет. Как торговца отвергает подложную поддельную монету, а настоящие и истинные принимают, отличая неподлинные от подлинной. Так поступай и ты. Не всякое слово принимай, но неправильное и худое отвергай от себя, а здравое и спасительное слагай в душе. Есть, действительно есть у тебя весы и безмен, сделанные не из меги и железа, но состоящие из чистоты и веры. При помощи их и исследуй всякое слово. Потому и сказано, будьте искусными торжниками, не с тем, чтобы вы стоя на площади пересчитывали серебро, но чтобы вы исследовали слова со всяким тщанием. Потому и апостол Павел говорит, все испытывайте, доброго держитесь. И не потому только он назвал вас торговцами, что вы должны исследовать, но и потому, что вы должны употреблять получаемое в дело. Если бы и торговцы, получив деньги, только заперли их дома и не передавали другим, то прекратилась бы вся их торговля, точно тоже бывает и с слушателями. Если ты, приняв учение, удержишь его у себя и не передашь другим, то весь твой труд погибнет. Поэтому мы видим их на торжещах, каждый день входящими и выходящими. Тоже пусть будет и с учением. Между торговцами мы видим, как одни отдают деньги, другие точно принимают и уходят. И это можно видеть всякий день, отчего, хотя иные не имеют у себя собственных денег, но пользуясь надлежащим образом чужими, приобретают для себя великую выгоду. Так поступай и ты. Эти изречения не твои, а Духа Святого. Но если ты сделаешь из них доброе употребление, то получишь себе великую духовную пользу. Потому Бог и назвал вас торговцами. А почему учение он назвал серебром? Потому что как серебро имеет на себе отпечатанным царский образ, если оно не имеет его, то не есть подлинное серебро, а называется поддельным, так и учение веры должно иметь на себе отпечатленным образ слова. С другой стороны, употребление серебра поддерживает всю нашу жизнь и служит основанием для всех договоров. И купить ли нужно что-нибудь или продать, все это мы делаем посредством него. То же бывает и с учением. Это духовное серебро служит причиной и основанием духовных договоров. Так, хотим ли мы приобрести что-нибудь от Бога, мы наперед представляем слова молитвы и потом получим то, чего просим. Видим ли брата беспечного и погибающего, мы приобретаем ему спасение и доставим жизнь, предложив слово учение. Итак, нужно со всем тщанием хранить и соблюдать все, чтобы сообщать это и другим, потому что от нас требуется приращение и этого серебра. Будем же внимательно принимать его, чтобы мы могли сообщать это серебро и другим, потому что каждый, если захочет, имеет возможность учить. Ты не можешь наведать свою великую церковь, но можешь вразумить свою жену. Ты не можешь беседовать с таким множеством людей, но можешь научить своего сына. Ты не можешь предлагать слово учения такому народу, но можешь исправить своего раба. Такое собрание учеников не превышает и твоих сил. Такая мера учений превосходит твоего разумения. Но вы еще удобнее, нежели мы можем исправлять всех их. Я беседую с вами однажды или иногда дважды в неделю. А ты постоянно в своем доме имеешь учеников, жену, детей, рабов, и вечером, и за трапезой, и во весь день можешь исправлять их. Кроме того, такое врачевание бывает и удобнее. Я беседую среди такого множества людей, не знаю, какая тревожит вас душевная страсть. Поэтому и бываю принужден в каждом поучении предлагать все врачевства. А вам нет нужды поступать так. Но с меньшим трудом вам можно произвести большее исправление. Вы хорошо знаете грехи живущих вместе с вами, и потому можете произвести скорейшее исцеление. 87. Итак, возлюбленные, не будем не родить о живущих вместе с нами, потому что величайшее наказание и невыразимое мучение предстоит тем, которые не родят о своих домашних. Если кто, говорит апостол, не заботится о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5.8 Видишь ли, как Павел поражает тех, которые не родят о своих домашних. И весьма справедливо. Потому что кто не родит о своих, тот будет и заботится о чужих. Знаю, что я часто внушал вам это, но никогда не перестану повторять это внушение. Хотя я сам уже не подлежу ответственности за беспечность других. Подобает, говорит Господь, тебе отдать было серебро мое торгующим. И больше ничего не требовал. Я же отдал серебро, и потому не подлежу никакой ответственности. Но хотя я не винин и свободен от наказания в этом отношении, однако как будто виновный и подлежащий наказанию, спрошусь и трепещу за ваше спасение. Итак, пусть никто не слушает духовный бесед без внимания и с нерадением. Я не без причины и не напрасно делаю длинные вступления. Но для того, чтобы сказанное лучше удерживалось в вашей памяти. Чтобы вы не уходили домой, произведшись только шума и рукоплескания, тщетно и напрасно. Потому что я не забочусь о ваших похвалах, но пекусь о вашем спасении. Подвязающиеся на зрелище в награду за это получают похвалу от народа. А мы не для этого выходим сюда. Но для того, чтобы получить назначенную за это награду от Господа. Для того мы постоянно и внушаем вам это, чтобы сказанное проникло до глубины души вашей. Как из растений, те, которые пустили корни в глубину, не колеблются от порывов ветра, так и мысли. Чем глубже лежат в душе, тем труднее колеблются от влияния обстоятельств. Скажи мне, возлюбленный, если бы ты увидел своего сына томящимся от голода, то оставил ли бы его без внимания и не перенес ли бы все, чтобы утолить его голод? Если же ты не оставил бы без внимания того, кто алчит хлеба, то неужели можешь пренебрегать тем, кто томится голодом божественного учения? Как мог бы ты тогда достойно называться отцом? Этот голод тем тяжелее того, чем важнейше оканчивается смертью. Почему здесь нужно употреблять и большее старание? Воспитывайте, говорит апостол, детей своих в наказании и учении Господнем. Вот самая лучшая забота отцов. Вот истинное попечение родителей. Там я признаю естественное родство, где оказывается больше попечения о духовном. Впрочем, довольно сказанное доступление. Теперь нужно и уплатить долг. Для того я и вел большую и длинную речь об этом, чтобы вы приняли предлагаемое со всем тщанием. Какой же тот долг, который мы прежде остались должными? Может быть вы забыли об этом? В таком случае нам нужно напомнить вам и наперед прочитать расписку, по которой мы прежде сделали уплату и сказать, что было уплачено, чтобы из уплаченного видеть, что еще остается уплатить, что же уплачено прежде. Тогда я сказал, кто писатель книги Деяний, кто сочинитель этого слова, или лучше не сочинитель этого слова, а служитель, потому что не сам он произвел сказанное, но он послужил сказанному. Сказал я и о самых Деяниях, и что значит слово Деяние, сказало об имени апостол. Теперь нужно сказать, почему отцы наши усыновили читать книгу Деяний в Пятидесятницу. Вы, может быть, помните, что мы тогда обещали сказать и об этом. Не напрасно в самом деле, и не без причины отцы назначили нам это время, но сделали так по некоторой мудрой причине, не для того, чтобы подчинить нашу свободу необходимости, но чтобы, снисходя к скудости немощных, возвести их к богатству познания. А что они действительно для этого соблюдали времена, не себя самих подчиняя необходимости соблюдения, но стараясь не зайти к немощным. Послушай, что говорит Павел. Боюсь за вас, что вы наблюдаете месяцы, времена, годы. Не напрасно или отрудился у вас? А ты сам разве не соблюдал дни и времен и годов? Что же, если мы видим, что тот, кто запрещает соблюдать дни, месяцы, времена и годы, сам соблюдал их, что можем, скажем мы, отвечай мне? То ли, что он противоречит сам себе и опровергает сам себя, да не будет. Но то, что он желает исправить слабость соблюдающих времена, сам снисходит к ним таким соблюдением. Так поступают и врачи. Пищу, подаваемую больным, они сами отведают прежде. Не потому, чтобы сами нуждались в этой пище, но стараясь исцелить немощь их. Так поступал и Павел, не имея никакой нужды в соблюдении времен. Он соблюдал времена, чтобы соблюдающих избавить от немощи этого соблюдения. Когда же Павел соблюдал времена? «Послушай внимательно, увещеваю вас Деяния, 20 глава, 15-16 стиш. И отплывши оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, и на другой пристали к Самоса, и побывавши в трагедии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему Васии, потому что он поспешал, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Видишь ли, как тот, который говорит, что «не наблюдайте дней, месяцев и времен». Сам соблюдал день Пятидесятницы, 89. И не только день он соблюдал, но и место, потому что он спешил не только прибыть ко дню Пятидесятницы, но и провести его в Иерусалиме. «Что делаешь ты, блаженный Павел? Иерусалим разрушен, святое святых опустошено по определению Божию, прежние учреждения прекратились, сам ты взываешь галатам, что вы, надеющиеся оправдаться законом, отпали от благодати» – Галатам 5, 4. «Для чего же ты опять ведешь нас в рабство закону? Немаловажное дело узнать, не противоречит ли Павел сам себе». И не дни только соблюдал Павел, но соблюдал и другие заповеди закона. А между тем он взывал к галатам, «Вот я, Павел, говорю вам, что если обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы». Так тот самый Павел, который говорит, что если обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы, сам обрезал, как известно, Тимофея. Нашел, говорится, в Писании Павел в листрах некоторого юношу, сына, женщины, иудеянки, верующие, отец же его был елен и обрезал его, потому что не хотел посылать необрезанного учителем. «Что делаешь ты, блаженный Павел? Словом уничтожаешь обрезание, а делом снова поддерживаешь его». «Не поддерживай», — говорит он, «но уничтожай его делами». Тимофей был сын жены иудейской, верной, а отцом имел елена из рода необрезанных. Но так как Павел намеревался послать его учителям к иудеям, то не хотел посылать его необрезанным, чтобы с самого начала не заградить зверей учению. Таким образом, пролагая путь к уничтожению обрезания и открывая путь учению Тимофея, он совершил над ним обрезание, чтобы уничтожить обрезание. Поэтому он и говорит, для иудеев был как иудей. Не для того, Павел сказал это, чтобы быть иудеем, а чтобы убедить оставшихся иудеями не быть больше иудеями. Потому он и обрезал Тимофея, чтобы уничтожить обрезание. И так обрезанием он воспользовался против обрезания. И Тимофей принял обрезание для того, чтобы он мог быть принят иудеями, и чтобы пришедшие мало-помало отклонить их от соблюдения обрезания. Видишь ли, для чего Павел соблюдал и Пятидесятницу, и обрезание. Хотите ли, я покажу вам, как он соблюдал и другие постановления закона. Слушайте внимательно. Пришел он некогда в Иерусалим, и апостолу, видишь его, сказали ему. Видишь ли, брат Павел, сколько есть иудеев сошедшихся, а все они тебе наслышались, что ты учишь отступление от закона. Деяние 21, 20-24. Все они ревнители закона, а тебе наслышались, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышали, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет, и острейши с ними голову, чтобы делом убедились, что все сказано тебе неправдано, что ты сам хранишь закона Моисеев. Видите ли, удивительное снисхождение. Он соблюдает времена, чтобы уничтожить соблюдение времен. Совершает обрезание, чтобы прекратить обрезание. Приносит жертву, чтобы уничтожить жертвоприношение. А что действительно для этого он так поступил, послушай его самого. Для подзаконных был он как подзаконный, чтобы приобрести подзаконность. И, будучи свободен от всех, всем поработил себя. 1 Коринфян 9.20 А поступал так Павел, подражая своему Господу, как тот в образе Божием. Он не похищал быть пищением равным Богу, но смирил себя, приняв раба, зрак. И, будучи свободен, сделался рабом. Филиппийцам 2.6 Так и этот, быв свободен от всех, поработил себя всем, чтобы приобрести всех. Господь, принявший наше естество, сделался рабом, чтобы рабов сделать свободными. Преклонил небеса и сошел, чтобы пребывающих долу возвести на небо. Преклонил небеса. Не сказано оставил небеса и сошел, но преклонил, чтобы для тебя сделать более легким восход на небеса. Ему по возможности подражал Павел. Почему и говорил, подражайте мне, как я, Христу. 1 Коринфянам 4.16 А как ты, блаженный Павел, сделался подражателем Христу? Как? Так что я ни в чем не ищу своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И, будучи свободен от всех, всем поработил себя. Подлинно нет ничего лучше этого порабощения, потому что оно доставляет свободу другим. Павел был духовный рыбак. Сделаю вас, сказал Господь ловцами человеков. Потому он и поступал так. И рыболов, увидев, что рыба хватается за уду, не тотчас вытаскивает ее, но ослабив, отпускает ее на некоторое расстояние, отъедая, пока крюк хорошо вонзится, чтобы таким образом вернее вытащить добычу. Так поступали тогда и апостолы. Они закидывали словесную уду учения в душу иудеев. Эти напрасно противодействовали, держась обрезания, праздников, соблюдения времен, жертвоприношений, стрижений и прочего тому подобного. Апостолы всюду следовали за ними и не отступали. Ты, говорит, требуешь обрезания. Я не противлюсь, но последую тебе. Ты хочешь жертвоприношения? Я приношу жертву. Ты желаешь, чтобы я оставивший твой образ жизни Астригсы? Я готов исполнить это требование. Ты повелеваешь мне соблюдать Пятидесятницу? И в этом я не противоречу. Куда бы ты ни повел, меня я следую и уступаю, ожидая, пока уда слово углубится в тебя так, чтобы вернее можно было отвлечь весь народ ваш от древнего служения и образа жизни. Для этого я и пришел из Ефеса в Иерусалим. Видишь ли, сколько Павел уступал в словесной ловле рыб. Видишь ли, как апостолы соблюдали времена, соглашались на обрезание и участвовали в жертвоприношениях не для того, чтобы возвратиться к древнему образу жизни, но чтобы привязанных к образам привести к истине. Сидящий на высоте, если постоянно будет оставаться на высоте, то никогда не может поднять лежащего внизу. То он должен наперед сам спуститься, чтобы помочь возвысить все этому. Поэтому и апостолы не сходили с высоты евангельского образа жизни, чтобы возвести иудеев от низости иудейского образа жизни на эту высоту. 91. Отсюда видно, что соблюдение времен и все прочее совершалось пользою и во благо. Посмотрим же теперь, почему книга Деяния апостольских читается во время Пятидесятницы. Все это мы предложили вам для того, чтобы вы, когда увидите соблюдение времен, не подумали, будто апостолы страдали иудейским образом мыслей. Но слушайте внимательно, увещеваю вас. То, о чем будет сказано, составляет немаловажный предмет исследования. В день Креста мы читаем все относящееся ко Кресту. Великую Субботу опять о том, что Господь наш был предан, распят, умер по плоти, погребен. Почему же Деяния апостольские мы читаем не после Пятидесятницы, когда они происходили, а и начинались? Я знаю, что многие не знают этого. Поэтому нужно подтвердить это из самой книги Деяний, дабы вы знали, что Деяния апостольские начались не с Пятидесятницей, но во время, следовавшее за Пятидесятницей. Поэтому справедливо кто-нибудь может спросить, почему установлено читать о Кресте в день Креста и страдания? А Деяния апостольские мы читаем не в те самые дни и не в то время, в которое они совершались, но предупреждаем это время. Не то, что после того, как воскрес Христос, апостолы устали совершать чудеса, но сорок дней пребывал с ними на земле. Почему сорок дней, это мы объясним в другое время, теперь же обратимся к предмету нашей речи и заметим, что Христос не тот час по воскресенье вознесся на небо, но сорок дней пребывал с учениками на земле. И не просто пребывал, но и обращался с ними, принимав участие в естрапезе, беседовал с ними. И по прошествии сорока дней вошел к Отцу на небеса. Но и не тогда они стали творить чудеса, а прошли еще другие десять дней. И уже по исполнении Пятидесятницы послан был им Дух Святый. Тогда, приняв огненные языки, они и начали творить чудеса. Все это, возлюбленные, мы подтвердим вам из Писаний. Именно, что Он пребывал с ними сорок дней, что Дух Святый не шел после Пятидесятницы, что тогда апостолы приняли огненные языки, что с того времени не начали совершать знамения. Кто же говорит о всем этом? Ученик Павла и досточтимый и великий Лука, начавший речь свою так. Деяние 1.1.4. «Первую книгу написал я тебе, Теофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал, которым Он явил себя вживым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрал их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Видишь ли, что Господь по воскресенье пребывал сорок дней на земле, говорил о Царстве Божьем и обращался с апостолами. Видишь ли, что Он принимал участие в их трапезе и повелел им не отлучаться из Иерусалима. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Об этом говорил Спаситель в течение сорока дней. Посему они, сошедшись, спрашивали и уговоря, не сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? А Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями Верусалима и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав, сие Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Видишь, как Христос пребывал с ними на земле сорок дней и вознесся на небеса. Но посмотрим, в Пятидесятницу ли послан был Дух Святый? Деяния, 2 глава, 1 по 3 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Видите ли точные указания на то, что Христос оставался на земле сорок дней, и что апостолы еще не творили чудес? И как могли они творить чудеса, не получив еще благодати святого и животворящего Духа? Видите ли, что Иисус вознесся на небо после сорока дней? Видите ли еще, что через десять дней после того апостолы стали творить чудеса? Потому что по исполнении дней Пятидесятницы не способен был Дух Святый. Теперь остается решить, почему деяния апостольские читаются в Пятидесятницу? Если бы апостолы тогда начали совершать знамения, то есть по воскресенье Господа, то тогда и следовало бы читать эту книгу. Как относящиеся ко Кресту мы читаем в день Креста, равным образом относящиеся к воскресенью в день воскресенья, и в каждый праздник читаем относящиеся к этому празднику. Так следовало бы о чудесах апостольских читать в дни апостольских знамений. Девяносто три. Почему же мы не тогда читаем о них, но тотчас после Креста и воскресенья? Всю причину этого выслушайте со вниманием. Тотчас после Креста мы возвещаем воскресенье Христова, а доказательством воскресенья служат знамения апостольские. Знамения же апостольские излагаются в этой книге. Таким образом, чем особенно подтверждается истина воскресенья Господня, то отцы усыновили читать тотчас после Креста и живоносного воскресенья. Итак, для того возлюбленное тотчас после Креста и воскресенья мы читаем о знамениях апостольских, чтобы нам иметь ясное и несомненное доказательство воскресенья. Ты не видел самого воскресшего глазами телесными, но видишь его воскресшего очами веры. Этими глазами ты не видел самого воскресшего, но при помощи тех чудес увидишь его воскресшего. Явление знамения руководит тебя к созерцанию верою. И то, что именем его совершались знамения, было лучшим и яснейшим доказательством воскресенья, нежели явление самого воскресшего. Хочешь ли узнать, как это лучше подтверждает истину воскресенья, чем если бы он сам явился перед глазами всех людей? Слушайте внимательно, потому что многие спрашивают об этом и говорят, почему Господь воскресший не явился тотчас иудеем? Это вопрос излишний и напрасный. Если бы была надежда обратить иудеев к вере, то он не приминул бы по воскресенье явиться всем. А что не было надежды, чтобы он, явившись им, по воскресенье обратил их к вере, это видно из события с Лазарем. Воскресив этого четверодневного мертвеца, смертевшего и истливавшего, и повелев ему, связанному повязками, выйти перед глазами всех, он не только не обратил их к вере, но и возбудил ненависть, потому что собравшись, они хотели даже убить его за это. И если же тогда, когда он воскресил другого, они не уверовали, то если бы он, воскресив себя, явился им, не пришли ли бы они опять в неистовство против него? И хотя они не могли бы иметь никакого успеха, но показали бы свое нечестие покушением. поэтому, желая избавить их от излишнего неистовства, он сокрыл себя, потому что сделал бы их еще более достойными наказаниями, если бы явился им после крестных страданий. Потому щадя их, он и сокрыл себя от их взоров, а показал явлением знамений, потому что, слыша слова Петра, во имя Иисуса Христа, встань и ходи, Деяние 3.6, значило не меньше, как и видеть самого воскресшего. А что действительно, это есть величайшее доказательство воскресения, и удобнее приводит к вере, чем последнее. И что явление знамений, совершаемых во имя Его, лучше могло убедить умы людей, нежели лицезрение самого воскресшего. Это видно из следующего. Христос воскрес и явился ученикам, но и между ними нашелся некто неверующий, Фома, называемый Дидим. И нужно было ему вложить руки в язвы гвоздиные, нужно было сизать ребра его. Если же ученик, обращавшийся с ним три года, участвовавший в трапезе Господней, видевший величайшие знамения и чудеса, слушавший беседы Господа, увидев Его воскресшего, не прежде уверовал, как осмотрев язвы гвоздины и раны от копья, то скажи мне, могла ли бы уверовать вселенная, если бы увидела Его воскресшего? Кто может сказать это? И не только с этой, но и с другой стороны мы покажем, что знамения убеждали больше, чем лицезрение воскресшего. Народ, услышав Петра, сказавшего хромому, во имя Иисуса Христа встань и ходи, уверовал во Христа в числе трех тысяч, а потом в числе пяти тысяч мужей. Ученик же, увидев воскресшего, не веровал. Видишь ли, как первое гораздо удобнее приводило к вере в воскресение. Увидев воскресшего, и, собственно, ученик его не веровал, а увидев знамения, и враги уверовали. Так последнее было действительнее и яснее первого, и более располагало и уверяло их в воскресение. Но что я говорю о Фоме? И прочие ученики не уверовали при первом видении. Выслушай об этом внимательно. Но не осуждай их возлюбленных. Если Христос не осудил их, то не осуждай их и ты. Ученики увидели дело дивное и необычайное. Увидели воскресшим перворожденного из мертвых. И такие величайшие чудеса обыкновенно сначала поражают, пока со временем не утвердятся в душах верующих. То же было тогда и с учениками, когда воскресший из мертвых Христос сказал им «Мир вам!» Тогда они, говорит Евангелист, смутились и испугались, подумали, что видят Духа, и сказал им Иисус «Для чего смущаетесь?» И потом, показав им руки и ноги, еще не верующим и от радости дивящимся, сказал им «Если у вас что есть, желая через то уверить их в воскресение, тебя не убеждают, говорит он, ни ребра, ни раны, пусть же, по крайней мере, убедит трапеза». 95. Это чтобы тебе вернее узнать, что он для того сказал «Если у вас что есть, дабы они не подумали, что перед ними призрак, призрак или дух, или привидение, но истинное и действительное воскресение». Послушай, как Петр этим доказывает воскресение, сказав «Всего воскресил Бог и дал ему являться нам свидетелем предизбранным от Бога». Он потом, приводя доказательство воскресения, прибавил «Которые с ним ели и пили». Дианис 10.40. Поэтому в другом месте Христос, воскресив мертвую, желая уверить в воскресении, сказал «Дайте ей есть». Марк 5.43. Итак, когда ты услышишь, что он показал себя воскресшим и являлся живым 40 дней и ел с ними, то знай причину этого вкушения пищи. Именно, он вкушал пищу, не имея сам в ней нужды, но желая исправить немощь учеников. Отсюда видно, что чудеса и знамения апостолов были величайшим доказательством воскресения Христова. Почему и сам он говорит «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые я творю и тот сотворит, и больше сих сотворит» Иоанн 14.12. Так как предшествовавший крест соблазнял весьма многих, то и нужны были после того большие знамения. Если бы умерший Христос остался в смерти и в гробе, и не воскрес, как говорят иудеи, и не вошел в небеса, то не только не совершались бы большие знамения после креста, но и прежде совершенные должны были бы потерять силу. Слушайте меня здесь со вниманием. То, что я говорю, служит доказательством несомненности воскресения. Поэтому я повторю сказанное. Христос прежде творил чудеса. Воскрешал мертвых, очищал прокаженных, изгонял бесов. Потом он был распят. И, как говорят беззаконные иудеи, не воскрес он из мертвых. Что же мы скажем им? Следующее. Если он не воскрес, то как после того именем его совершаемы были большие знамения? Никто из живущих, когда умирал, по смерти не совершал больших знамений. А здесь после этого были чудеса большие и по образу совершения, и по своему свойству. Были большие по свойству, потому что никогда тень Христова не воскрешала мертвых. А тени апостолов совершили много такого. Были знамения больше и по образу совершения. Потому что тогда он сам по велениям совершал чудеса. А после Креста служители его, призывая досточтимое и святое имя его, совершали большие и высшие дела, в которых больше и славнее проявилась сила его. В самом деле, гораздо важнее, когда другой творил чудеса, призывая имя его, чем когда он сам совершал тоже своим повелением. Видишь ли, возлюбленный, большее и по свойству, и по образу совершение знамения, совершенное апостолами после воскресения Христова. Итак, они несомненное доказательство воскресения. Что говорил я, то опять повторю. Если бы Христос умерший не воскрес, то и знамения должны были бы окончиться и прекратиться. А теперь они не только не прекратились, но и происходили после этого важнейшие и славнейшие. Если бы Христос не воскрес, то другие именем его не совершали бы такие знамения. Потому что одна и та же сила совершала чудеса и прежде Креста, и после Креста. Только прежде Креста через самого Христа, а после через учеников его. А чтобы доказательство воскресения было яснее и славнее, для этого после Креста были знамения большие и высшие. Но откуда известно, скажет неверный, что тогда были знамения? А откуда известно, что Христос был распят? Из Божественных Писаний, скажешь? Точно, из Священных Писаний известно, что тогда были знамения, и что Христос был распят. А не повествует о том и другом. Если же противник скажет, что апостолы не совершали знамений, то еще больше покажет их силу и Божественную благодать тем, что они без знамений обратили их к благочестию и такую вселенную. Это величайшее знамение и дивное чудо, что люди бедные, ничего не имеющие, незнатные, неученые, простые, придираемые числом двенадцать, могли без знамений привлечь к себе столько городов, племен, народов, цареев, властителей, философов, риторов и, так сказать, всю землю. Хочешь ли видеть знамения, совершающиеся и ныне? Я покажу тебе знамения, еще больше прежних. Ни одного мертвого воскрешаемого, ни одного слепого, прозирающего, но всю землю, свергшую мрак заблуждения. Ни одного прокаженного, очищаемого, но столько народов, исцелившихся от греховной проказы и очистившихся бани и паки бытия. Чего еще больше этих знамений ищешь ты, человек? Видя такую перемену вселенной, происшедшую внезапно. Девяносто семь. Хочешь ли знать, как Христос даровал прозрение вселенной? Прежде люди не считали дерево и камни деревом и камнем, а называли бесчувственные вещи богами. Так они были ослеплены. Теперь же они узнали, что дерево и что камень, и уверовали, что бог, потому что одной верой созерцается это бессмертное и блаженное существо. Хочешь ли видеть и другое знамение воскресения? Ты увидишь его в душе учеников. И это знамение сделалось большим после воскресения. Всем известно, что и тот, кто хорошо расположен к человеку при его жизни, по смерти его, может быть, и не вспоминает об нем, а кто нехорошо расположен к живому человеку и оставил его при жизни, тот тем более забывает о нем после смерти. Поэтому никто из людей, оставив и покинув друга учителя, при его жизни не станет дорожить им после его смерти, особенно если за привязанность к нему увидит угрожающие ему бесчисленные опасности. Но вот чего ни с кем не бывает, то произошло со Христом и апостолами. Те, которые отреклись и отстали от него при его жизни, оставили его, когда он был взят, и разбежались. Те, после бесчисленных поношений креста, стали так высоко почитать его, что и души свои положили за исповедание и веру в него. Если бы Христос, умерший, не воскрес, то как объяснить, что те, которые при жизни его разбежались от угрожавшей опасности, по смерти его подвергли себя за него бесчисленным опасностям? Прочие все разбежались, а Петр даже отрекся от него с клятвой трижды. Но тот, кто отрекся от него с клятвою трижды и устрашился угрозой простой служанки, по смерти его, желая убедить нас самым делом, что он видел самого воскресшего, внезапно переменился так, что не устрашился целого народа, вошел в собрание иудеев и сказал, что распятый погребенный воскрес из мертвых в третий день и вошел на небеса, и что он сам не боится никакого бедствия. Откуда же у него явилась такая смелость? Откуда более, как не от уверенности в воскресении? И так, как он видел его, беседовал с ним, слышал его предсказания о будущем, то и подвергал себя опасности за него, как за живого. И с такой смелости решался на все бедствия и получил столь великую силу и столь великое дерзновение, что умер за него и распят на кресте вниз головою. И так, когда ты видишь, что совершается большее знамение, и что ученики, прежде оставившие его, стали питать большую привязанность к нему и оказывает большее дерзновение, и во всех отношениях произошла блистательнейшая перемена обстоятельств, и все пришло в надежное и отрадное состояние, то убедись самым опытом, что дела Христовы не продолжались только до его смерти, но за смертью последовало воскресение, и что распятый живет и пребывает постоянно неизменным Богом. Если бы он не воскрес и не ожил, то ученики не совершали бы после того знамений больших, чем какие совершаемы были прежде креста. Тогда и ученики оставили его, а теперь притекает к нему вся вселенная, и не только Петр, но и тысячи других, и еще больше после Петра таких, которые не видали его, предали за него души свои, отдали свои головы на отсечение, претерпели бесчисленное множество бедствий, чтобы умереть, сохранив целую и неприкосновенную веру в него. Каким же образом мертвый и пребывающий во гробе, как говоришь ты, иудей, явил во всех бывших и после апостолов такую силу и могущество, убедив их поклоняться ему одному и решиться претерпеть все и пострадать, чтобы не потерять веру в него. Видишь ли, во всем этом ясное доказательство воскресения, в знамениях тогдашних и нынешних, в расположении учеников тогдашних и нынешних, в опасностях, которым подвергались верующие. Хочешь ли видеть, что и сами враги боялись его силы и могущества, и тревожились гораздо больше после креста. Послушай об этом со вниманием. Видели, говорится в Писании иудеи, смелость Петра и Иоанна, и уразумели, что они люди не книжные, простые и удивлялись, и боялись не потому, что они были не ученые, но потому, что, будучи не учеными, они побеждали всех мудрецов и видели исцелившегося человека, с ними стоящего, и ничего не могли сказать против. Диане 4.14. Тогда, как прежде противоречили, видя совершаемое знамение. Почему же тогда они не противоречили? Их язык удержала невидимая сила распятого. Он заградил им уста. Он обуздал их дерзость. Поэтому они и стояли, не могши ничего сказать вопреки. А когда они и говорили, то посмотри, как обнаруживали свой страх. Вы хотите, говорит, навести на нас кровь всего человека. Диане 5.28. Но если он простой человек, то чего ты боишься крови его? Скольких пророков убил ты, иудей, скольких праведников умертвил, и не страшился крови ни кого из них? А чего же здесь ты боишься? Поистине, потряс совесть их распятый, и они, не будучи в силах скрыть своего смущения, невольно пред противниками исповедуют собственное бессилие. Когда они распинали его на кресте, то кричали «Кровь его на нас и на детях наших!» Матфея 27.25. Так они презирали кровь его. А после креста, увидев воссиявшую силу его, они страшатся, смущаются и говорят, вы хотите навести на нас кровь человека сего. Если он был обманщик и богопротивник, как говорите вы, беззаконные иудеи, то чего вы боитесь его крови? Напротив, следовало бы даже хвалиться этим убиением, если бы он был действительно таков. Но так как он был не таков, то они трепещут. Видишь ли, как везде и сами враги смущаются и страшатся? Видишь ли их смущение? Узнай и человеколюбие распятого. Они говорили «Кровь его на нас и на детях наших!» А Христос не так поступил. Но умоляя Отца, говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Если бы кровь его была на них и на детях их, то из числа детей их не были бы апостолы, также не уверовали бы вдруг три тысячи и пять тысяч. Видишь ли, как они были жестоки и бесчеловечны к своим детям и отрекались от самой природы. А Бог был человеколюбивее всех отцов и любвеобильнее матерей. Кровь его была на них и на детях их, но не на всех детях, а только на тех, которые подражали нечестий, беззаконий отцов. И только те, которые были сынами их, не по преемству природы, а по произвольному безумию, подверглись бедствиям. Заметь еще благость и человеколюбие Божие с другой стороны. Он не тотчас навел на них наказание и бедствие, но спустя сорок и более лет после Христа сам Христос был распят при Тиверии, а город их взят при Веспасиане и Тите. Почему же он медлил столько времени? Он хотел дать им время для покаяния, чтобы они оставили свои грехи и загладили преступления. Но так как они, получив время для покаяния, остались не сцельными, то он наконец навел на них наказание и бедствие, разрушив город, изгнал и рассеял их по всей вселенной. Впрочем, показав и в этом свое человеколюбие, он рассеял их для того, чтобы они видели, как распятому имя Христу поклоняются по всей вселенной, чтобы, видя поклонение, воздаваемое ему от всех, и познав его силу, они сознали чрезмерность собственного нечестия и, сознав, обратились к истине. Так само изгнание было для них назиданием и наказанием вразумлением, потому что если бы они остались в земле иудейской, то не убедились бы в истинности пророков. А что говорят пророки? «Проси у меня, и дам тебе народы в достояние твое и концы вселенной земли». Салам 2.8 Поэтому иудеям надлежало достигнуть пределов земли, чтобы увидеть собственными глазами, что Христос обладает и пределами земли. Также другой пророк говорит, «И поклонится ему каждый от места своего». Сафония 2.11 Поэтому надлежало им рассеяться по всем местам земли, чтобы увидеть собственными глазами, что каждый поклоняется ему с места своего. Еще другой сказал, «Наполнится земля ведением Господним, как воды многие для покрытия морей». А вакуум 2.14 Поэтому надлежало им разойтись по всей земле, чтобы увидеть ее исполненное ведение Господне. И моря, то есть эти духовные церкви, исполненными благочестия. Для этого Бог рассеял их по всей земле, потому что если бы они остались в Иудее, то не узнали бы этого. Он хотел, чтобы они сами, собственными глазами удостоверились и в истинности пророков, и в его силе. Чтобы они, если вразумятся, были приведены через это к истине, а если останутся в нечестии, то не имели бы никакого оправдания в страшный день суда. Для того Он и рассеял их по всей вселенной, чтобы и мы получили отсюда некоторую пользу, то есть в виде исполнения тех пророчеств, о рассеянии их и о взятии Иерусалима, которые предсказали Даниил, когда он упоминал о мерзости запустений, и Малахия, когда он говорил, что у вас затворятся двери, Малахия 1.10, и Давид, и Исаия, и многие другие пророки, чтобы мы, в виде прогневавших Господа, так наказанными, лишенными отечественной свободы и всех собственных законов и отеческих преданий, познали Его силу, предсказавшую и исполнившую это, чтобы враги из наших благ увидели силу Его, а мы из их наказаний познали неизреченное Его человеколюбие и могущество, и во всю свою жизнь прославляли Его, дабы нам получить вечное и неизреченное благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым и Животворящим Духом честь и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.